Здравствуйте дорогие друзья! С вами Евгений Forever Music и сегодня я расскажу вам о таком картридере для iPad. Сделан очень добротно, ничего не скрипит, не двигается. Толстый провод, который прослужит долго. Сверху металлическая пластина, которая защищает верхнюю поверхность. Снизу прорезиненные вставочки, которые не дают скользить устройству по поверхности. Три разъема стандартных для USB карточек. Можно подключить клавиатуру и даже мышь. А также разъем для SD-карт, для microSD, T-Flash, ну и для остальных карточек, которыми я никогда и не пользовался. Никогда у меня их и не было. Теперь посмотрим, как это все подключается. Подключили. Загорелось питание. Теперь открываем файловый менеджер iFile и ставим флешку. Например, на 16 гигабайт. Вот он и не увидел. Здесь видеофайлы сброшены. Можно, если будут здесь папки, можно ходить по папкам. Точно так же копировать из iPad на флешку и из флешки на iPad. Чтобы извлечь, нужно клацнуть по кнопочке, которая извлечена. Иногда она очень маленькая. Вот все. Теперь можно вытащить флешку. Одновременно устройство поддерживает до четырех носителей. Можно вставить сразу три флешки и SD-карточку или SD-карточку. MicroSD-карточку и две флешки. Но не нужно дополнительное питание, потому что одну флешку он еще видит без питания дополнительного. Когда вставляете вторую, начинает мигать здесь красная лампочка. Соответственно, ему питание требуется. В комплекте идет провод, который позволяет подключить дополнительное питание. И теперь можно вставлять несколько флешек. Давайте попробуем. Одна на 16 гигабайт. Вот он ее увидел. Вторая. Увидел. Еще флешечка на 4 гигабайта. Там можно игнорировать эти сообщения. И SD-карточку. Если вставляете карточку из фотоаппарата, и там есть папка стандартная, в которую камеры складывают свои фотографии, или камеру, когда подключаете, то автоматически откроется приложение для фотографий в iPad. Ну вот, уже замигал. Вот они фотографии. Ну, нам не нужны фотографии. Мы вернемся к iFile. Вот он увидел 4 носителя. Мы уже видели, что мигает красная лампочка. То есть, пятую он уже не увидит. Если вставить пятый девайс, просто все остальные пропадут из списка. Ну, давайте походим. Вот, смотрите, одна. Здесь мы уже были. Вторая. Музыка. Клипы. Здесь несколько фотографий. Здесь тоже фотографии с карточки. Ну, вот, собственно, и все. Клавиатуру и мышь я не подключал за ненадобностью. Устройство мне нужно для копирования в iPad файлов и обратно. Теперь, ну, давайте посмотрим, как можно просматривать прямо с флешки, например, видео. Такие иногда сообщения появляются. Их можно игнорировать. Ну, подключаем. Ненужные нам устройства. Оставим. Первую флешечку. Есть один нюанс. Если мы попытаемся запустить видео прямо с флешки через i-файл, то видеофайлы начнут копироваться с флешки на iPad и только потом начнут воспроизводиться. Чтобы этого не было, нам хочется напрямую с флешки смотреть видео. Мы просто скопируем ярлыки этих видеофайлов в программу проигрыватель. Выбираем 4 файла. Нажимаем копировать. Переходим в папку с программой. Вот он, AV Player. И ему в Inbox добавляем не вставить, а создать ярлык. Вот, создали ярлыки. Теперь можно перейти непосредственно в AV Player, зайти в Inbox и начать просматривать файлы. Я уже смотрел, он начался просто с того места, где я остановился. Субтитры можно отключить. Это 720p. Отлично воспроизводится. Теперь давайте попробуем AV файл. Тоже с того момента начинает воспроизводиться, с которого я смотрел до этого. Вот 1080p. 1080p, конечно, притормаживает. Но я не вижу смысла смотреть такие файлы на iPad 2. 720p вполне достаточно. Собственно, вот еще один 720p сериал. Собственно, на этом все. Пользуйтесь устройством. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Фрэймьюзик. Подписывайтесь на блог